Привет, меня зовут Даша и сегодня я показываю очередную посылку от Эфраше, которая мне пришла. Это была рождественская посылка, рождественский каталог новогодний. Ну, в общем, выберите то, что тебе больше нравится. Значит, мне в подарок пришли сразу, покажу. Две кружки вот такого плана. Ой, пардон. Наверняка ты их уже видела, у меня руки издевали, еще хма не отмылась. Вот. Кружки достаточно вместительные. Изнутри они такие же белые, как вот, допустим, вот эта самая ручка, что меня несколько немножко пугает, потому что я знаю, что... Я помешана на кружках, я знаю, что кружки имеют обыкновение пачкаться. Ну, для этого нужен определенный период эксплуатации, а я еще не успела. Но, вот знаешь, сам дизайн мне, кстати, нравится. Хоть он не такой и заезженный, я их много раз видела в каталогах, однако, тем не менее, не нравится. Вот сразу хочется из них попить горячего какао или шоколада горячего. Вот с таким гелием для душа. Это у нас заснеженная маева. Запах у нее, как я уже ее ожидала, был такой нейтральный, нежный. Запах, я, можно сказать, его почти не чувствую. Я его заказала не для себя, я его заказала в подарок на Новый год. И к нему в подарок пришла мочалочка, которую я просто по-наглому оставлю в себе. Она такая в виде конфетки, ничего в ней помечательного нет, мочалка и мочалка. Ну, поехали дальше. Интересный натюрморт. Подарок мне прислали не гель для душа в какой-то веке, не угадали с подарком. Дело в том, что я обычно мне прислала какие-то антивозрастные вещи, а здесь, вот, я делаю в том, что я очень люблю сирень. Все запахи, но здесь, может быть, у себя в душу поведет иначе, но... Ну да, пахнет сиренью, но мне кажется, химия дает больше, чем сиренью. Это мое личное восприятие. Мне пришли две свечи. Одна уже нам всем знакомая, знакомая ванильный лимон. Вот такая вот свечка, вот внутри она такая желтая. Пахнет даже лучше, чем гель для душа. Более такой насыщенный аромат. Я, правда, еще ее не зажигала, не пробовала, но... Еще одна свеча – это карамельное яблоко. Такое ощущение, что я просто набираю вещи с этими двумя ароматами, потому что у нее уже и гель для душа есть, и гигиенические помады, и теперь еще и свечки. Тоже пахнет хорошо, но более так нежнее, чем лимон, поэтому, да, такая вот свеча, она оформлена более так дизайнерски, но мне все-таки и по вкусу, и по аромату больше нравится эта свечка. И пришла помада. Я ее за... Вот так вот она выглядит. Сам на коже она смотрится... Вот такие, вот такого плана она смотрится, ну, сам в тюбике. И вот таким макаром она смотрится на коже. Немножечко отсвечивает, ну, вот оптимальный вариант. Она с таким легким-легким шиммером, но он почти незаметен. На губах смотрится просто шикарно. Это теплый такой оттенок. Классная вещь. Питает губы просто на 5 с плюсом. Она ультрапитательная. Держится на губах очень неплохо. Я ее, как только получила, я ее намазала на губы и пошла довольная есть. И когда я поела, я встала и смотрю, она у меня на губах. Вот, так что я очень довольна этим. И мне пришли тенюшечки. Значит, упаковка... С упаковкой компании нужно поработать. Просто вот такая белая. Собатой стороны, клеечка. Свет слишком яркий. Пардон. За свет. Так, что касается самой упаковки. Она такая... Я ее когда получила, я, признаться, подумала, что она пленка какая-то сверху, которую нужно отодрать. Но, оказывается, нет. Это такая поверхность. Такая непонятно коричневатая, такого какого-то цвета. Притом, как ты можешь видеть, здесь запросто остаются отпечатки пальцев. Хотя я перед съемкой пыталась оттереть фигня. Даже не оттирается. Потому что она была как-то... Я не знаю, уже... Я побоялась средств для снятия лака, их оттирать. Вот. Так что это... Ну, ладно. Чего с ним с оформлением? В конце концов... Как гласит народный поговорок, а не суди книгу по обложке. Перейдем к качеству. Здесь внутри есть зеркало. Вот такое. Как бы тебя не ослепить. Ну, достаточно хорошее такое. Здесь прилагается аппликатор. С одной стороны он такой продольный. Видимо, предначертание у него подводку делает. И другое окончание такое, более стандартное. Что я хочу сказать. Из всех четырех оттенков годится... Блин. Я тебе все-таки ослеплю, наверное, сегодня. Все четыре оттенка, как ты видишь, шиммерные. И из всех четырех оттенков для декора, наверное, на глаз, выражусь так, годится только вот этот цвет. Все остальные выглядят на очень... Ну, они идут, наверное, как базовые цвета. Я сейчас покажу, как это выглядит на коже. Прошу прощения, к сожалению. Свет у меня недостаточно для того, чтобы все ты могла видеть. Но, тем не менее, сверху идут по порядку все четыре оттенка. И, как видишь, я не обманула. Действительно, из всех цветов декорировать глаза можно только одним цветом. То есть, вот этим. А вот этот, хоть он и смотрится в палетке таким достаточно темным, но на деле он выглядит... Но на деле он выглядит, как слева вот второй цвет. То есть... Угу. Вообще, ну, повторюсь, как база на глаза, то есть, как основной фон, скажем так, на глаза, очень даже неплохо. Вот. Ну, в принципе, я посылочка довольна, особенно помадой. Да. Это, наверное... Она... Фаворит этой посылки. В последнее время стала выделять фаворитов, вот она фаворит. Вот такая... Лапушечка, такая прям лапушечка, лапушечка. Мне очень нравится, тем более я обожаю... Мне очень идут такие тёплые цвета, красные. И это как раз точно попадание в цель. Да. На этом всё. И я тебе хочу пожелать всегда быть красивой, очаровательной, чтобы все вокруг тебя штабелями, 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 штабелями. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok